Диван, диван, да, диван, обещанный диван. Ну, это, конечно, пока еще, друзья мои, как вы понимаете, не совсем диван. Да, не совсем, это только его такая вот, каркас такой, да, каркас такой дивана. Ну, вот решила все-таки в промежутке вот этой вот работы все-таки показать вам, что здесь получается, да, из чего же все-таки состоит вот это вот все наше добро. Да, дрель моя. Ну, что же, ну, что же мне на такого рассказать? Ну, значит, про то, как сделать диван своими руками себе в гостиную, да? Ну, как сделать своими руками диван? Вот вы все прекрасно знаете. Нужно сначала нарисовать вот какой-то там чертеж, придумать какую-то схему, да, придумать какую-то схему. Что там еще надо? Надо подобрать материалы, вот какого это будет у вас потом цвета, вот что вы там хотите видеть в этом конечном итоге в этом диване. Ну, и потом, исходя из этого, рассчитать количество вот этого материала, который вам понадобится, приобрести его, ну, а потом уже по ходу разбираться, получается у вас работать по схеме или не получается. Вот скажу вам честно, откровенно, что я небольшая сторонница планов. Обычно все схемы, которые я рисую, в конечном итоге при работе видоизменяются. Что-то там у меня постоянно меняется, да, что-то постоянно меняется. Основная все-таки схема у меня в голове всегда находится, да, вот именно там, именно там. Ну что, надо нам еще одну дырочку посмотреть. Еще одну. Да, вот здесь вот так будет, конечно же, виднее. Конечно же, здесь будет виднее. Да. Часто всякие вопросы получают. Это вы сами. Это вы сами. Сегодня мне рабочие привезли детали для шкафа-купе. Ну, у них не было выбора усомниться в том, кто все это делает. Да, если вот люди со стороны, видящие, готовые что-то уже, вот они могут еще подумать, кто это делал, задать вопросы. То вот ребята, которые мне сегодня привозили вот все эти детали, вот они просто видели меня с этим, с этой дрелью, с этим шуруповертом. Да, так что у них вопросов не осталось. А теперь этих вопросов не осталось и у вас, друзья мои. Да, теперь вам тоже всем понятно, что вот дрелью я тоже умею орудовать. Не только разговариваю на английском, не только, да. Ну, понятно идет, да. Может быть, именно поэтому я получаю такое большое количество предложений вот от всех этих женихов, да. Возможно, поэтому. Конечно, такая жена нужна всем. Всем, которая умеет строить диваны, устанавливать краны. Да, я прекрасно понимаю этих мужчин, прекрасно понимаю. Другой разговор, другой разговор, что я интересно могла бы поиметь вот от таких вот мужчин, да. Вот, чтобы, что они могли бы интересного принести мне в эту жизнь. Но если только научить узбекскому, да. Да, кстати, это мысль, кстати, это мысль, да. Возможно, возможно. Так, ну ладно, буду продолжать. Покажу вам что-нибудь потом уже более, более осязаемое, да. Пока тут ничего интересного нет.